Всем триши, пацаны, и сегодня у нас новый слитый, конечно, слитый трек Тейпа. Меня по-прежнему зовут Стас, давайте приступим. Темп у нас сегодня 112 ударов в минуту, но не только лишь 112 ударов в минуту, но об этом позже. И самое классное в этом треке, что есть, на мой взгляд, это флейта. Почему-то у меня он назвался контейнер в FL-ке, но он правильно называется Red Tron, и это бесплатный плагин. Мелотрон, вот это всё, если вы знаете, то вы знаете. Помимо флейт, там есть и другие звуки, но, по-моему, у флейта самая юзабельная. Тут у нас будет какая-то супер-мега-быстрая пробежка, типа... Да, но не ты-ды-дын-дын, а надо как-то её немножко сломать по ритму, что-нибудь типа вот такого. Вот, да, вот это то, что нужно. Да. Всё, флейты готовы, и на мой взгляд, как я уже сказал, это самая крутая партия в этом треке. Теперь отправляем её на какой-нибудь второй канал микшера, и сразу же накинем на него наш великий и любимый плагин для таких вещей. Это RC20, Retro Color, Tone на максимум, и... Decay убавим. Но нам нужно её злоуфайть ещё сильнее, поэтому на эквалайзере, то есть Tone, напоминаю, у нас на максимум, и за счёт этого у нас максимально сильно выделены высокие частоты. Пока ставим вот так, потом ещё подстроим это, когда пропишем остальное. Теперь самое сложное, как обычно, это clap. Выделяем наверху, Ctrl-B, 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 Ctrl-B. Готово. Нет, лишний Ctrl-B был один раз. Налажал, я же говорил, самое сложное. Теперь второе по сложности, это бас, и поскольку у нас Big Baby Tap, всё должно пердеть, крещать и рычать от баса. Для этого у нас есть вот такой вот басец, и... Всё. Супер-мега-простой парт баса, можно его подбустить немного, вот так. Вот так оставим. Бом. Бас всё, теперь кик и он будет невероятно сложным, а именно, играть полностью будет по басу. Теперь нам нужно его подбустить. Заходим в весёлые настройки. Как-то так. Open Head это очень важная штука, потому что он будет играть иногда с басом, и за счёт того, что бас будет прорываться через Open Head, будет мега-крутой звук, и ещё мы этот Head расширим. Вот так. И вот здесь я ещё хочу сделать вот так. Даже можно его немножко убавить. С Alt-ом левой кнопкой мышки проходимся, и... Ебой! Пришло время для закрытых Head. Парт будет довольно простой. Можно ещё вот так немножко сделать, и немножко добавить громкости. И здесь у нас будет... Вот этот звук мы выделяем, переключаем здесь на 1 треть, нажимаем Ctrl-U. Но этого нам недостаточно, и мы сделаем вот так вот. И еще можно немножко сделать ему громкость на убывание. Вот так. Вот, мне нравится. Окей, окей, теперь идем сюда. Переключаем обратно на LINE, нажимаем здесь Ctrl-U. Тотальный ебой. Вот здесь вот снова переключаем на 1 в треть, на 1 в треть. И вот так делаем, и вот так. И можно тоже немножко громкость на убывание. Но здесь уже будет немножко другой паттерн. Мы уже на 1 в треть, очень удобно сокращаем этот звук вот так. Вот нажимаем Ctrl-U, перетаскиваем его с Shift-ом. Да, сложно, непонятно, быстро. Да, нормально. Просто посмотришь на скоростью на 75. Вот так. А если серьезно, и для вас вот эти Shift- перетащили, Ctrl-U нажали как магия, и вот это все следи за руками, то вот здесь вот у меня по ссылке загорелся видосик. Это подробный гайд по пиано роллу. После него для вас все будет понятно. А мы тем временем нажимаем Ctrl-B, и тем самым просто продлеваем это все. И еще. В прошлом видео мне сказали, что я забыл покрутить Shift для хэтов. И вы не поверите, после этого мне пришлось пойти в монастырь и месяц просто замаливать этот грех, потому что это был огромный косяк. И здесь сегодня я точно не забуду покрутить хэт, Shift. И давайте прямо сейчас это и сделаем. Open хэту Shift. Да пофиг, давайте и клэпу Shift крутаним. Вот это я понимаю, вот это нормально. И если ты будешь себя плохо вести, я к тебе домой приду и тебе Shift накручу. Контент, который мы заслужили. Теперь к инструментам. А у нас будет амнисфера в размере двух штук. Все как вы любите. И чтобы немножко это сгладить, стандартный Close Grand. Самое обидное, что я точно слышал звук из оригинального бита. В каком-то синте я его точно-точно слышал, но не помню в каком. Если вы знаете откуда взят оригинальный звук, то вы можете написать об этом в комментариях. И тогда я может быть даже закину его в проект. Кстати, когда 2000 лайков, проект в паблике ВКонтакте, школа битмекинга. Ссылка на паблик в описании. Ну, все как обычно. Вот оно. Только на 1 октаву ниже. Для этого Ctrl вниз. И чтобы придать этому живость, как обычно, Alt-Q. И тут выбираем Groovey с Push Full Heavy. И нам надо немного покрутить Start Time. Но не рекомендую крутить его больше, чем на 70%. Давайте как-нибудь на 59-60, типа Accept. И еще раз нажимаем Alt-Cube. Но теперь заходим уже в Levels. И я обычно выбираю Hip-Hop. И уже крутим Velocity в данном случае, чтобы тоже появилась какая-то небольшая человечность за счет изменения. Pax Instruments Keyboard Close Grand. И это будет наше фортепиано, которое будет подыгрывать всем этим звукам. Напомню лишний раз, что на случай, если у вас ничего этого нет, то я имею в виду инструментов, то звуки будут в проекте зарендерены. Будут как отдельные как миди-дорожки, так и аудио-дорожки. Этот инструмент играет... Ту-ру-ту-ту-ту-тан. И вот тут надо сменить на одну треть. И вот здесь форшложок такой сделать. Только на октаву выше все это, наверное. Ага. Тан-тан. И заново. Время еще одной амнисферы. И я просто влюбился в этот звук. Изначально я хотел найти струнный инструмент, который был в оригинале. Но это вы послушайте просто. И чтобы создать в итоге атмосферность именно звучания, этот звук подходит идеально. И он будет очередную подыгрывающую партию играть. И звучать примерно вот так. Только на октаву ниже. Да. А здесь тю-ра-дюн. Ой, нет. На октаву ниже. Ту-ру-дун-тун-тун. Да, вот оно. Е-бой. Это тотальный е-бой. Мы прописали все основные партии. Пришло время все это говнище скинуть на микшер. Теперь к моему любимому. Ну, точнее, как вы думаете, что это мое любимое. К обработкам. И для разогрева мы начнем вот с этого звука. Который будет делать вначале. В первую очередь нам нужно на него повесить Fruity Delay 3. Переключаемся на пинг-понг. Ага, отлично. Откручиваем немного VET, чтобы этот хвост убавить. И Level, чтобы этот хвост сократить. И... Но. Я еще хочу, чтобы он был немножко слева, чтобы было... Слева-справа. Еще можем повесить сюда реверп. Вот какой-нибудь такой. И еще повесим параметрик. На параметрике просто отпилим дебу немножко низу. Теперь переходим к инструментам. А с ними нам помогут наши просто самые главные друзья. На случай, если у вас нет настоящих. Это Retro Color, естественно. Это, естественно, Ozon Imager. И, естественно, это его величество. Просто его величество Half Time. На основной звук мы повесим в первую очередь Half Time. Он нужен здесь, чтобы создать иллюзию того, что мы играем аккордом. То есть, что у нас играет мелодия. И где-то внизу, пониже, слева на клавиатуре играет еще аккомпанемент. Так что микс давайте выставим где-нибудь на 30. Ебой. Отлично. Это то, что нам нужно. Счетчик Ебоев зашкаливает. Я не буду его монтировать. Но если вдруг кто-то посчитает, сколько раз я сказал Ебой, то просто я буду вынужден закрепить этот комментарий. Ладно. Давайте, Digital. Мы должны залоуфайить этот звук. И для этого нам нужен вот этот самый Bitcrusher. Чтобы вот в нем появился вот этот шум. Вот этот лоуфайность, который есть в оригинале. Так он слишком сильно скрипит. Но если мы крутим Smooth, то он становится, ну типа мягким и становится. Вот так. Можем подкинуть сюда немножечко параметрика. Отпилить низ. Лишний совсем уж. И самое главное, верх. Добавим немножко микса. И расширим. То, что нужно. Теперь на наше пианино у нас тоже пойдет Retro Color. Но здесь у нас будет воблу меньше. Будет много ревера. И здесь мы тоже можем крутануть тони побольше. И отпилить. Нужен именно такой дурацкий звук для этого фортепиано. Потому что оно будет именно играть на заднем плане. Вот как-то так. И немножко поуже сделаем это пианино. Чтобы именно еще дальше отдалить его. И все-таки давайте зайдем в наше пианино. И немножко открутим ему Velocity. Потому что он слишком ярко звучит. Вот тот звук, который я хотел добиться. И вот на этот звук мы закинем тоже его величество Retro Color. Но опять же отключаем. И здесь мы дофига-дофига низа будем откручивать. И тоже немножко судим. Чтобы немножко отдалить на задний план. Можно, но не обязательно сюда накинуть немножко Fruity Delay. Тоже можно пинг-понг в этот крутим и левел открутим. Вот чтобы такой немножко добавить на задний план. Все-таки мне хочется вывести на передний план Fruity. Я его немножко расширю. Пришло время перейти к ударному. Если вы внимательный зритель, то вы заметили, что я сказал про Ozone Major, но не использовал его. Потому что мы будем использовать его на хэтах, на клэпе и все. Накидываем его в первую очередь на хэты. И переключаемся в Stereo Eyes. Делаем как-нибудь вот так. Вот так. То есть будем работать двумя вот этими полосами. Ну как-нибудь вот так. Теперь берем вот так вот. Нажимаем. Зажимаем вот эту штучку. И перетаскиваем этот имиджер на клэп. Здесь его немножко делаем вот так. Клэпу надо добавить громкости. Добавим ему громкости бустом. А на нашу open head, который играет одновременно с басом, мы закинем Stereo Enhancer. Вот так нормально звучит. Мне нравится. И все, собственно. Еще мы можем сделать следующую маленькую манипуляцию. Сделать send канал с ревером. То есть берем какой-нибудь пустой канал. Накидываем на него, например, Valhallao Blade, например. Выберут какой-нибудь пресет типа Medium, типа Drum Studio. И выделяем канал хэта. Нажимаем на эту маленькую стрелочку рядом с каналом с ревером. И вот так мы можем регулировать степень посыла на этот канал. Посыл на 50%, но громкостью это сейчас будем компенсировать. Громкостью канала с ревером я имею ввиду. Клэп туда же отправим. И open head. Это добавит нам чуть-чуть ощущения пространства в бете, потому что на мелодиях реверов дофига. Много его на ударных не нужно. Теперь давайте поиграемся с громкостью. Вот так оставим пока. Еще на мастере у нас есть озон. И давайте посмотрим, какие в нем настройки. Сейчас у вас подписаны все пресеты, а на максимайзере настройки вы можете увидеть сами. Я их накручивал самостоятельно. Вот этот бум добавим. Итак, с первым партом мы полностью разобрались. Теперь мы просто берем все. Закидываем в новый паттерн. Делаем split by channel. И можем перебросить все это в плейлист. Но у нас в этом треке есть еще и второй парт, у которого темп не 112, а 152 удара в минуту. И давайте сейчас им и займемся. Во втором парте самое интересное, это, конечно, изменение темпа. То есть у нас сначала играет 112, потом будет играть 152. А еще у нас появился новый бас, который отправлен на тот же канал, что и основной бас. И snare, который отправлен на канал с клэпом. Выставляем, естественно, 152. И добавляем один синтет. Это GMS, стандартный сид, стандартный пресет. Пресет, лид синт, и находим здесь лид 3. Cut off. Нам нужно меньше cut off. И заходим эхо, фидбэк. Готово, синт найден. Теперь нужно все это прописать. Начнем с баса. Он... Так, все. Да, все. Теперь кик. Он будет частично по басу. Снэр. Но на B4. Кстати говоря, мы ему тоже можем немножко подкрутить шрифта. Так. Теперь закрытый хэд, но он будет играть на B4. Вот так вот. Ctrl-D зажимаем. И вот здесь вот Ctrl-U. Немножко добавим ему громкости. Парт почти готов. Остался синт. Но давайте приличие ради... Ну давайте с этим синтом что-нибудь сделаем. Этим что-нибудь чем-нибудь будет Sound Goodizer. У нас все парты готовы. Вот у нас первый парт, вот второй парт. Но еще просто ради приличия. Просто чтобы было все как в оригинале. Там на этом лиде, там есть небольшой автопан. То есть он излева в правое ухо перетекает. Для этого давайте вот правую кнопку мышки вот сюда нажмем. И сделаем Create Automation Clip. И у нас появляется клип автоматизации в плейлисте для панорамы лида. Мы могли бы пальцами тут все сами накрутить. Но для этого нам ничего делать не нужно. Просто два раза на него кликаем. Включаем LFO. Amount процентов на 60. А Speed процентов на HZ. И чуть убавим его. Вот здесь у нас играет первый фрагмент. Потом второй фрагмент. И половинка еще. А потом будет резкий переход. И начинается вот этот парт. Нам нужно в этом месте сделать переход темпа. То есть здесь у нас 112. Здесь играет уже 152. Для этого правой кнопкой мышки кликаем на темп. И делаем Create Automation Clip. Нам нужно снова правой кнопкой мышки нажать. Сделать Copy Value. Чтобы поставить вот здесь вот точку. Которая будет равна 122. И правой кнопкой мышки тыкаем. Жмем Paste Value. И создаем вторую точку. Которая будет повыше. Меняем темп на 152 удара в минуту. Правой кнопкой мышки на него жмем. И делаем Copy Value. То есть сейчас мы скопировали значение 152 ударов в минуту. На новую точку, которая вот здесь вот. Правой кнопкой мышки жмем. И делаем Paste Value. То есть вот здесь вот у нас 112. Здесь уже 152. И на последнюю точку тоже правой кнопкой мышки жмем. И делаем Paste Value. И таким образом у нас получается две ровные линии. Оп. Е-бой. Отлично. В итоге босец еще немножко убавим. И... И... Кик добавим. Да. Вот так. Еще на снейре чуть-чуть бустанем. Вот так. И теперь убавим немного. Еще в этом треке есть прикольная фишка. Когда включается ревер на мастере. И все так... Тонует с таким большим объемом. Но давайте это тоже сделаем. И перед... Перед озоном его поставим. Fruity Reverb 2. Пресетик. Давайте... Drum Room. Это то, что нужно. И делаем правой кнопкой мышки. Делаем Create Automation Clip. На VAT-драге этого самого ревера. Вот здесь вот. Ставим точку. Правой кнопкой мышки. Ставим точку. И в начале убавляем. И в конце убавляем. Чтобы играло только здесь. Через ревер. Нет ревера. Оп. И в общем-то все. Биток в целом готов. И можно будет уже сейчас все это послушать. Ну и как обычно. Если это видео вам понравилось. Если оно показалось вам интересным. Если оно показалось вам хоть капельку полезным. Или просто понравился биток. То поставьте полностью заслуженный лайк под этим роликом. И можете написать какой-нибудь приободрящий комментарий. Ну или любой другой комментарий. А если было неинтересно, бесполезно и вообще какая-то ерунда. То ставьте дизлайк. Ну что поделать. Ну и как обычно напоминаю, что у меня есть большой полноценный видеокурс по битмейкингу. От А до Я в стиле трэпа и новой школы. Так что, чтобы узнать о нем подробнее. Или заказать. Напишите мне. Ссылка на меня есть в описании под этим видео. Напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И собственно давайте уже послушаем этот биток. Ну и самое крутое, что вы можете сделать для меня и для моего канала. Это посмотреть другие ролики на моем канале. Ссылки будут в конце и есть в описании. Они не менее, а то и более интересны. Если вам понравилось это видео, то другие понравятся точно. Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok